Шалом и добро пожаловать на Вахафта, Исраэль. Это еврейская фраза, означающая «возлюби Израиль». Надеемся, что вы останетесь с нами следующие 30 минут, в то время как наш учитель, доктор Барух, делится своим разъяснительным учением из Библии. Доктор Барух — старший лектор в институте Зера Аврахам, расположенном в Израиле. Хотя все курсы преподаются в институте на иврите, доктор Барух с удовольствием поделится этим еженедельным обращением на английском, Чтобы узнать больше о нашей работе в Израиле, пожалуйста, посетите наш сайт loveisrael.org. Набирается как одно слово loveisrael.org. А сейчас доктор Барух с сегодняшним уроком. Часто мы обнаруживаем себя в месте комфорта. Нам нравится то, где мы есть, и мы не хотим ничего менять в своей жизни. Мы не хотим выходить из своей зоны комфорта. Но когда речь идет о духовности, такое мышление не является надлежащим. Ведь мы призваны возрастать и становиться более зрелыми. Мы призваны стремиться к почести Вышнего Звания, как говорит Павел. А потому мы постоянно нуждаемся в большем откровении. Но вот вопрос. В таком ли вы духовном состоянии, чтобы понять и принять это новое, большее откровение? Мы говорим вовсе не о чем-то таком, что отличается от Писания, но о понимании истины Писания способом, соответствующим намерению Божьему. Что же, с этими словами возьмите свою Библию и посмотрите вместе со мной послание к евреям, 6 главу. Послание к евреям, 6 глава. А глава — это очень важно. Мы встретимся с очень важной богословской концепцией, которую очень многие люди понимают неверно. А причина тому вот какая. Они подходят к богословским вопросам рационально, со своим пониманием, как они это видят. Вместо того, чтобы быть очень внимательными к тому, что говорит Писание. Уделять внимание ключевым моментам Библии, особенно читая ее в оригинале. Итак, посмотрите вместе со мной, как я и сказал, 1 стих 6 главы. Мы читаем здесь. «Посему, оставив...» И это важно. «Оставив начатки, мы должны идти дальше, на новый уровень, на новую территорию Откровения». 1 стих. «Посему, оставив начатки слова Мессии...» А начало слова Мессии — это Евангелие. Так что нам надо забыть его. Закончить с ним? Нет. Писание говорит вовсе не это. Но речь идет о фундаментальном, об элементарных принципах, а не об общей сумме. Есть дополнительные вещи, которые Бог хочет, чтобы мы понимали, и понять их могут только верующие. Это-то и подчеркивает автор. Итак, он говорит здесь. «Посему, на основании того, что мы призваны к зрелости...» «Оставив начатки слова Мессии...» «Спешим, продолжим движение к совершенству, к полноте». Здесь использовано то же слово, о котором мы говорили несколько недель назад, когда упоминали последние слова Мессии на кресте, когда Он сказал «совершилось», что значит «закончено», «сделано во всей полноте». Нет ничего недостающего. «Все сделано в совершенстве». Бог хочет, чтобы мы двигались именно к этому. Мы должны возрастать, становиться более зрелыми и двигаться к совершенству поведения, в делах, совершенно следуя воле Божьей в нашей жизни. Вот к чему мы призваны. Нам это пока не удалось? Да. Но у нас есть надежда. Завтра получится лучше, чем сегодня. Следующий день будет лучше, чем в предыдущий. Мы призваны к высшему званию. Мы становимся более зрелыми. Мы возрастаем. Мы движемся вперед в вере. Писание говорит, что мы должны быть приводимы. Буквально, мы движемся вперед, и мы приводимы к совершенству, чтобы нам в нашей жизни исполнить призвание Божье. И мы это сделаем, если доверимся водительству Духа Святого, чтобы Он давал нам силу и просвещал нас. Мы сделаем это достойным образом. Об этом говорит здесь автор. «И не станем...» Продолжаем первый стих. «И не станем снова полагать основания». О каких основаниях он говорит? Автор говорит здесь очень конкретно. Он будет говорить о некоторых вещах, которые являются основаниями нашей веры. Это элементарные вещи. Какие же это? Первым он упоминает обращение от мертвых дел. Буквально, от дел смерти. Он говорит о покаянии в грехах. Он говорит, что мы должны оставить это греховное поведение, эти дела смерти. Мы должны быть служителями жизни. Что это значит? Мы должны быть теми, кто служит грядущему царству. Он говорит, что поспешим и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях. А что мы знаем о крещении? Что же, сегодняшний урок не о крещении, но позвольте мне сказать несколько слов, чтобы мы были в едином понимании доктрины или учения о крещении. Понимаете, крещение, если бы вы спросили Рава, то есть Равина, что есть погружение, или Тевилла, крещение означает просто погружение. Вот основания для понимания крещения. Мы делаем его в вере в Мессию. Мы становимся учениками, и мы понимаем, что значит крещение, и мы крестимся во имя Отца, Сына и Святого Духа. Говоря о крещении в общем смысле, мы имеем в виду погружение людей или погружение сосудов. В иудаизме, к примеру, погружает тарелки или другую посуду. Зачем? Чтобы изменить их статус. Чтобы перейти от обычного к тому, что отделено. Что касается этого погружения, автор хочет, чтобы мы поняли, что мы отделены для конкретной цели. Об этом учит крещение. Это изменение статуса. Но также речь идет и о служении через крещение. Оно изображает смерть, погребение и воскресение Мессии. Крещение, погружение, связано с призванием к служению. Оно производит, как я сказал, изменение статуса. Итак, оставив начатки учения, и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях и возложении рук. И это связано с тем, что кто-то помазан и призван к определенной цели. Кто-то возлагает руки на другого, на ученика. И то же самое помазание, и та же сила, та же власть переходит на этого другого человека. Возложение рук обладает силой. Это одно из оснований. И дальше он говорит о воскресении, мертвых и о суде. В некоторых библиях сказано о суде над миром, но буквально о суде вечном. Сейчас я хочу остановиться на этом и подчеркнуть, сделать акцент на силе, когда мы говорим о фундаментальных принципах нашей веры в Йешуа. Одно из того, на чем надо сделать акцент, это что? На двух вещах. И одна из них — воскресение мертвых. Нам это нравится. Да так оно и должно быть. Воскресение мертвых — это переходное действие, то есть оно произойдет до установления царства. Но до того, как произойдет переход, знайте, что еще будет? Суд. И меня печалит, что в столь многих церквях и в столь многих синагогах не любят говорить о суде. Но суд — это одна из основ. И вот проблема. Очень часто верующие не знают о суде Божьем. Они не знают о пророческом откровении касательно суда. Не знают, что Бог будет судить. Почему Он будет судить это и как нам избежать его. Имеется в виду, что мы не живем так и не обладаем вещами, которые Бог подвергнет суду, которые уничтожит. Итак, автор говорит о началах веры. К сожалению, сегодня многим, многим церквям надо услышать эти элементарные вещи, потому что только поняв их, люди смогут двигаться к чему-то большему. И что говорит автор? Посмотрите третий стих. И это сделаем. То есть вернемся к этому и поговорим об этом, если Бог позволит. И вот четвертый стих. И в этом стихе мы приступаем к очень важному богословскому вопросу. Несколько недель назад, разбирая пятую главу, мы встретились с фразой, на которой я заострил внимание. И что это была за фраза? «Спасение вечное». Вы услышали? Я имею в виду, что часто мы слушаем слова, но мы не понимаем, что эти слова значат. Я не просто спасен, но я спасен навечно. Что у меня есть? У меня есть жизнь вечная. А что такое жизнь вечная? Что ж, мы говорим о жизни в царстве. Это контекст. Я буду близок с Богом. Вот что такое спасение. Когда между мной и Богом нет барьера. Барьер греха был удален. Так что есть близость. Мы становимся одним. Это основание спасения. А сколько продлится эта близость? Что же, обетование в том, что это вечное спасение. Это значит, что оно не может быть прервано. Если мы можем потерять его, если оно может уйти, если оно может быть отнято, если я имею силу, которой у меня нет, сказать, что я отвергаю спасение. После того, как мне была дана жизнь вечная, у меня нет силы отвергнуть ее. Я понимаю, что это трудно понять. Но вот что тут главное. Мы должны становиться более зрелыми. И когда кто-то, и я хочу это подчеркнуть и сделать на этом акцент, когда кто-то отвергает вечность спасения, когда он отвергает истину, спасен однажды, спасен навсегда, он бросает вызов Мессии. Он говорит, что дело Мессии, того, что он сделал, недостаточно, потому что Мессия ведь предлагает жизнь вечную. А если это может быть изменено, если она может быть отнята, тогда он лжец. Тогда получается, что он дал мне не вечную жизнь, а условно вечную жизнь. Но Писание не говорит такого. Мессия дает мне вечную жизнь, а потому я могу иметь, и я люблю это. Я могу быть уверенным в том, что мое спасение не зависит от меня. От того, достаточно ли я хорош, надлежащий ли веду себя, правильно ли говорю, делаю ли правильные вещи, поддерживаю ли правильные вещи, достаточно ли у меня добрых дел. Нет, ничего из этого от меня не зависит. «И я безопасен в совершенном, вседостаточном деле Мессии, который дал мне спасение вечное». Вот в этом контексте и говорит автор послания к евреям. И он приводит пример. И вот какая тут проблема. Как называется это послание? Послание к евреям. Значит, нас не должно удивлять то, что автор будет писать в очень традиционном формате. Хотя текст написан на греческом, но резкость. И те вещи, что он говорит, хорошо понимаемы теми, кто проходил обучение у раввинов. Так что посмотрите, пожалуйста, четвертый стих. Автор делает утверждение, очень сильное утверждение. Он говорит, «Ибо невозможно, ибо невозможно однажды посвященных...» Итак, мы увидим характеристики тех, кто был спасен. И он говорит здесь, что есть нечто невозможное для верующих. А кто такие верующие? Что ж, давайте определим, что они имеют такое, что показывают, демонстрируют, что они поистине верующие, что они навечно спасены, что им даром по благодати была дана жизнь вечная. Тут сказано, «Ибо невозможно однажды вкусивших...» Буквально тут сказано, «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками». Буквально, соделанных. Сами мы это не можем сделать. Конструкция состоит в пассивном залоге. «Мы были сделаны причастниками Духа Святого, и мы вкусили благость Слова Божьего и сил будущего века». Итак, обратите внимание на эти вещи. Он говорит, «Те, которые были просвещены, после того, как они были просвещены, что-то невозможно». Если они были просвещены и у них были дары, они вкусили дары небесные, стали причастниками Духа Святого, вкусили благость Слова Божьего и силу будущего века. Тут сказано, «Невозможно». И далее он говорит, посмотрите 6 стих, он говорит, «И от падших он приводит в гипотетическую ситуацию». Понимаете, люди делают утверждения, но при этом не рассматривают последствия. Вот что делает здесь автор послания к евреям. Он дает ситуацию. Часто, когда я учу, я начинаю с того, что задаю вопрос. Вот сидит группа пасторов, и я говорю, «Вы можете мне сказать место Писания, в котором сказано, что человек может оказаться в ситуации, когда он сделал грех?» И тут опять-таки мы не говорим о хуле на Духа Святого. «Можете ли вы назвать мне грех, из-за которого человек оказывается без всякой помощи?» В такой ситуации, что он не может покаяться, хотя хочет принять Евангелие, понимает его, поистине сожалеет обо всем, что он сделал, обо всем, что сказал, но при этом не может быть спасен, и Бог говорит ему, «Нет, ты слишком далеко зашел, ты отступник, тебя спасти нельзя, и я не спасу». И вот проблема. Если вы учите, что можно потерять спасение, что вы можете отказаться от вечной жизни, что вы можете отречься от нее, что у вас есть сила снова стать неспасенным, на это Бог говорит, что все это не так, потому что спасение основано на нем. Почему я это говорю? Несколько месяцев назад мы изучали Евангелие от Иоанна, и в этом Евангелии мы изучали 10 главу, это Великая Глава. В ней Мессия говорит о себе, как о Великом Пастыре. А что делает Великий Пастырь? Он спасает овец. И Саня говорит, что мы в Его руках, то есть в руках Мессии. И также сказано, что мы в руках Бога Отца. Так что мы в руках Сына, мы в руках Отца. И что говорит Слово Божье? Никто не похитит их из руки Моей. И мы не можем. Вы скажете, но я могу просто сказать, я отвергаю его. Но где такое в Писании? Нам дана жизнь вечная. Это не изменить, и не отменить, и не упразднить. Это обеспечено Мессией. Его дела достаточно. Дойдя до 8 главы, мы увидим, что Новый Завет обеспечивается Богом, а не нами. В Ветхом Завете было так, что мы могли нарушить его, а Новый Завет мы не можем нарушить, и Бог обещает, что не нарушит его, потому что он никогда не лжет. Давая обещания, он никогда не говорит, о, с этим обещанием все, Бог так не делает. Итак, снова посмотрите Писание, 6 стих. И отпадших невозможно что? Невозможно обновлять покаянием. Если вы можете потерять свое спасение, тогда невозможно вас обновить покаянием, потому что вы снова распинали бы в себе Сына Божия и ругались бы Ему. Так вот, что говорит автор. Как бы это помогло, будь это моя ситуация? Я даю гипотетическую ситуацию, а не реальную. Если я спасен, и я спасен благодаря тому, что Мессия сделал на кресте, я думаю, что все слушающие согласны, что Новый Завет открывает нам, что спасение дается благодаря тому, что Мессия сделал на кресте, благодаря тому, что Он умер на кресте, пролил Свою кровь, был погребен и снова воскрес. «Все это средство моего спасения». Но если я могу потерять спасение, вопрос, что тогда будет делать Мессия? Если в первый раз, что Он умер на кресте, реально не спасло меня, поскольку я смог потерять свое спасение, что польза Ему снова входить на крест, если это не спасло в первый раз? Зачем делать во второй? И если Он сделает это снова, что тогда? Помните, я сказал, что те, кто учат, что спасение можно потерять, оскорбляют Мессию? Они говорят, что дело Его недостаточное, что сделанного им на кресте недостаточно для того, чтобы дать нам то, что Он обещал, а Он обещал нам жизнь вечную. То есть ты возвращаешься к прежнему. Но автор говорит, нет, если спасение не удержалось, если дело Мессии было недостаточным, тогда получается, что надо снова послать Его на крест, говоря, «Делай снова. Первый раз ты не сделал правильно». Об этом и говорит это местописание. И что сделает автор, чтобы научить нас этому? В следующих двух стихах Он даст очень важную информацию. Он приведет пример. Понимаете, одно из того, что помогает нам постигать Писание, это когда мы понимаем, как оно составлено. Почему после этого отрывка идет данный стих? Или почему именно этот стих идет перед данным отрывком? Как места Писания взаимосвязаны? Это мы и увидим, когда посмотрим следующие два стиха. Итак, продолжайте читать вместе со мной. Посмотрите седьмой стих. Здесь говорится. Он говорит, «Земля, пившая многократно, сходящий на нее дождь». Автор дает очень простой пример. На землю часто идет дождь. И что земля делает с этим дождем? Принимает его. Итак, люди принимают. Контекст здесь такой. Что человек делает с Евангелием? Он принимает его. Вот так и земля. Когда земля принимает падающий на нее дождь, дождь часто сходит на нее. И какой результат? Тут сказано, «Она произращает полезный злак». Разве не так? Сходит дождь, вырастает злак. Это закон природы. Нет дождя, нет злаков. Есть дождь, есть и злаки. Так что говорит автор? Он приводит пример и говорит. Так же и с людьми. Посмотрим, на самом ли деле эти люди верующие. Если они действительно верующие, приняли Евангелие, значит, будет и результат этого принятия Евангелия. Так же и земля, напитавшись водой, произращает злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога. Обратите внимание на действия. Мы читаем, человек принимает Евангелие. Но так же, как надо трудиться, возделывая землю, необходимо трудиться, чтобы получить плоды от земли. Вам надо возделывать ее. Иногда надо пропалывать, надо окучивать. Есть вещи, которые вам надо делать. Вот так и с нашим спасением. Должен быть плод нашего спасения. Должны быть дела. Вам необходимо трудиться над собой. И тогда будут плоды. Он говорит здесь, посмотрите Писание, земля произращает злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает, буквально получает с этим благословение от Бога. Это норма. Но бывает и иначе. Посмотрите восьмой стих. Автор приводит другую, противоположную ситуацию. Он говорит, что ж, а вот эта земля полезный злак не произращает. Что происходит? Она производит, и второе слово здесь показывает противоречие, нечто противоположное только что сказанному. В вашей Библии может быть сказано «а» или «но», но это просто, чтобы показать противопоставление. Такое значение имеют эти союзы. Итак, здесь сказано, «а производящая терния и волшцы негодна и близка к чему? К осуждению, буквально к проклятию». Итак, вот что говорится здесь. Если человек истинный верующий, то он будет производить полезное в своей жизни. Однако, если человек лишь произнес слова и нет свидетельства его спасения, тогда его жизнь производит что? Терния и волшцы, то есть вещи, отвергаемые Богом, негодные вещи. Обратите внимание на то, что здесь говорится «и близка». Не игнорируйте это слово. Это слово имеет важное богословское значение. «Близка к осуждению или проклятию». Почему же сказано «близка»? Вот в чем тут красота. «Близка, но не осуждена, не проклята». Почему? Есть возможность для покаяния. То есть люди близки к смерти. Суд Божий близок к ним. К ним близка его ярость, его сила погубить их навечно. Но пока еще это не произошло. Почему? Есть надежда. Так что, когда мы видим человека, которому нечего показать в своей жизни, его жизнь пуста, в ней отсутствуют вещи, угодные Богу. Добрых дел нет. Но даже и в таком состоянии, когда человек близок к тому, чтобы быть проклятым, еще есть надежда. А для чего это сказано? Чтобы показать нам то, что мы видели и в предыдущей части. Если бы вы могли потерять свое спасение, то оказались бы в положении, когда нет надежды. Вы не могли бы быть спасены, потому что если вы, получив спасение, могли потерять его, невозможно было бы обновлять вас покаянием. Видите пример? Он говорит, «Убедитесь в том, что данный человек верующий». А теперь позвольте мне поделиться с вами вот чем. Я имею в виду, что человек, который принял Евангелие, знает Иешуа. Будучи верующим, я знаю Мессию. Знаю, что Он реален. Не так, что я думаю или полагаю. Я знаю. Он живет во мне. Я переживаю действия Духа Святого в моей жизни. Может, вы скажете, «А вот я не переживаю». Позвольте мне сказать, как вы можете переживать. Произнесите эту мудрую молитву. Скажите, «Боже, обличи меня в том, что не угодно тебе. Покажи мне мою греховность». И вы приходите к Богу и слушаете Его, и знаете что? Бог начнет открывать вам, что Ему не угодно. Он всегда верен в том, чтобы обличить вас в тех вещах в вашей жизни, которые не угодны Ему. Таково служение Духа Святого. Он обещает. Что говорит Писание? Бог обещал, что никогда не оставит и не покинет нас. И вот за это утверждение, за это обетование мы можем держаться. Это никогда не изменится. На самом деле, мы увидим, что Бог скажет о себе, что Он не изменяется. Так что тому, что Он обещает, мы можем верить. Таким образом, те люди, которые говорят, «Я был верующим, но теперь отвергаю Бога», знаете что? Они или никогда не были верующими, или же они лгут. Эти люди как малые дети. Я видел, как маленькие дети, рассердившись на родителей, на отца, говорят, «Папа, я тебя больше не люблю. Отец, я не хочу, чтобы ты был моим папой. Я больше не твой сын. Я больше не твоя дочь». Но это в них говорит не зрелость. Меняет ли это что-либо? Ничего не меняет. И вот, если верующий оказался в такой ситуации, что разгневался, огорчился и что-то сказал, то знаете что? Я вам скажу, что я знаю нескольких людей, которые как-то отступили от Бога, отвернулись от Него, стали жить в бунте и испытали Божье неудовольствие в своей жизни, и они не могли наслаждаться грехом. Бог их судил, Бог дисциплинировал их, и Он вернул их к покаянию. Они не потеряли свое спасение, но они должны были покаяться в своем бунте. Вот что делает Бог. Мы можем быть уверены в том, что спасены навечно, что Бог дал нам искупление вечное. Если ваше дыхание еще в вас, то вне зависимости от того, сколько терниев и волчцов произрастили вы в своем прошлом, может вы старый мужчина или старая женщина, если вы даже на смертном одре, но если вы покаетесь и примете мессию в свою жизнь исповедуйте Ему свои грехи, уверуйте в то, что Он пролил свою кровь, умер и воскрес, тогда Он спасет вас в самый последний момент. Есть надежда, и поэтому мы провозглашаем спасение вечное по благодати Божьей. Что ж, время закончилось. До встречи на следующей неделе, и мы продолжим изучать шестую главу послания к евреям. Надеемся, что вы получили пользу от сегодняшнего послания, и что вы поделитесь им с другими. Пожалуйста, запланируйте присоединяться к нам каждую неделю в это время и на этом канале, чтобы посмотреть нашу трансляцию loveisrael.org. Чтобы узнать о нас больше, зайдите на наш сайт loveisrael.org, там вы найдете статьи и многие другие лекции Баруха. Эти лекции в форме видео. Вы можете загрузить их или смотреть в потоковом видео. До встречи на следующей неделе. Да благословит вас Господь в нашем мессии Иешуа, Иисусе, в вашем хождении с Ним. Шалом из Израиля.